Гарантию не меньше года дают кировчанам строители новой дороги в микрорайоне Вересники. На ее ремонт было потрачено 8 миллионов рублей. По планам городских чиновников, дорога эта должна стать альтернативой загруженной улицы Ленина. Почему местные жители боятся, что трасса без ям станет для них проблемой, узнала Анна Мамаева. Этот участок дороги, который ведет в микрорайон Вересники, так основательно не ремонтировали десятки лет. Весной и осенью машины тонули в лужах. А летом старательно объезжали ямы. Сегодня на дороге со свежим асфальтом все больше автомобилей. Ремонтировать улицу Лесозаводскую начали еще в прошлом году. В администрации города надеются, новая дорога частично решит проблему пробок на параллельной, центральной улице Ленина. Данная дорога как раз является дублирующей улицей Ленина. То есть мы надеемся, что улица Ленина будет разгружена на участке от улицы Клоновской до улицы Воровского. А вон там работает, погибут еще слой того, что-то работает там. Я ничего не знаю. Ну так мне нормально кажется, и широко, и все. Мне вот я что понимаю, это нормально. Местные жители в целом новой дорогой довольны. Подвеска у машин не ломается, а такси не отказывается сюда ехать. Хотя появились и проблемы. В часы пик число машин все увеличивается. Скоро боятся местные жители. Здесь будут пробки, как в центре города. А по вечерам на пустую ровную дорогу стали наведываться любители полихачить. Не хватает пешеходных дорожек очень. Потому что машины очень быстро ездят. Сейчас начали гонять, да? Да, очень начали гонять. Мотоциклы просто развлекаются ездить туда-обратно по новой дороге. Проблему приезжих гонщиков можно решить с помощью лежачих полицейских, предлагают жители. Потому что там машины объезжают с города утром особенно. И носятся слишком быстро. Дети идут в школу. Для этого надо обязательно положить пару полицейских в остановке. Пока нанесение разметки на трассе не запланировано для безопасности пешеходов, в ближайшее время вдоль дороги построят полутораметровый тротуар. Для этого рабочие уже начали расчищать обочину. А к июлю появятся здесь и новые фонари. Анна Мамаева, Александра Летова, Бюро новостей Давича.